В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального состоялся телемост Казань-Москва-Ростов-на-Дону под лозунгом «Навстречу друг другу». Он показал о серьезных возможностях студенческих медиа-центров. На связь вышли члены моста, коллеги из высшей школы экономики, Донского государственного технического университета и Московского государственного университета. Мы всегда рады сотрудничать с коллегами из регионов и особенно с вами. Они рассказали о проектах и планах на будущее и презентовали свои медиа-центры. Создана система, при которой кроме студенческой активности есть возможность подключаться к профессиональным проектам, которые работают на базе медиапарка. И в общем-то вся эта история создана как площадка для развития студентов. Представить медиа-центр Казанского Федерального университета выпала возможность руководителю университетского медиахолдинга «Универтв» Ильдару Каримову. Мы первые пока университетское телевидение, которое вещает круглосуточно. Это именно университетское, это не частный канал, а именно созданный университетом. И конечно же у нас есть свой интернет-радио ЮФМ. У нас два канала на самом деле, один корпоративный, а другой вот Юнивертв, который выходит и в эфире, и выходит в кабеле. О своих впечатлениях рассказал исполнительный директор Международной ассоциации студенческого телевидения Владимир Косинчук. Я проехался по всей стране и видел очень многие медиа-центры, разговаривал с руководителями и знаю практически всю базу техническую и творческую, которая существует на данный момент в вузах. Я уже говорил и повторюсь, у вас очень хорошая база, очень хороший коллектив. Он также ознакомил коллег и зрителей с планами на будущее и рассказал, к чему может привести взаимодействие с Международной ассоциацией студенческого телевидения. Я действительно думаю, что это хорошее дело для нашей молодежи, для нашей страны в целом, чтобы создать общее информационное пространство и чтобы работать с ним. Создание коворкинг-центра в Москве центрального, который будет обеспечить информационную поддержку всем медиа-коллективам, не только факультетов журналистики, но и всех, кто будет заинтересован в медиапродвижении, а также создание блогерской сети. Все это, конечно, задачи, которые стоят перед нами с вами в будущем. После телемоста в рамках конференции состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Международной ассоциацией студенческого телевидения МАСК. Вы также будете принимать активное участие в работе коворкинг-центра в Москве, как и любой опорный вуз, где будет создано представительство МАСК. Мы планируем создать таких представителей около 20 по количеству опорных вузов, чтобы в каждом регионе МАСК был заявлен одним из вузов. Анна Глазунова, Универньюз.